В Сарме и Виннице. Четыре места было. Зашло в Украину тысяча вагонов. Зашло в Украину тысяча вагонов. И они сейчас окружняют по Украине как призраки. Это очень большие деньги. Миллиарды. Можно я вас буду снимать? Очень интересно многим моим подписчикам. Они видели много сотрудников ОБСЕ в Донецкой и Луганской области. И многие с ними встречались и знают, что они все время высказывают свою стурбованность ситуации и собирают информацию. А тут вы во Львовской области. И если можно, скажите пожалуйста. Людям будет очень интересно. А почему ОБСЕ во Львовской области? Что вас тут интересует? Может сепаратисты какие-то тут появились? Абсолютно нормальный, доброжелательный вопрос. Людям просто интересно. Было бы хорошо, если бы вы ответили. Иван, будешь на английском языке? Вот эти слова. Я могу говорить в английском. Что интересует для нас? Извините. Мы не можем дать вам интервью. Мы не можем дать вам интервью. Мы не можем дать вам интервью. Так что, в основном, я могу сказать вам, что мы интересны об секретной ситуации в районе. И наш офис является responsable для Волинской региона, Ривной региона. Очень много людей думает, что миссия только работает в Донецке и Луганске. На самом деле, у нас есть 10 офисов по всей Украине. У нас есть львовский офис миссии, который отвечает за три области. Львовская, Волинская и Ривенская. Мы работаем как раз в этих трех областях. Мониторим ситуацию. Скажи, скажи. Ясно. Это все, что я могу сказать вам, если вы хотите больше информации. Доброе. А скажите, пожалуйста, почему, если вы интервью не даете и предлагаете обращаться в ваш пресс-центр, мы должны давать вам интервью, может, вы тоже обратитесь в наш пресс-центр? Вы не обязаны, мы вас не заставляем с вами общаться. Это ваша воля. Мы с вами не общаться. Я понимаю. Просто получается, что когда вам неудобно отвечать, вы тут же переходите на английский, хотя понимаете все, что я говорю. Я понял. Уважаемые украинцы, которые нас смотрят, еще раз, получается, миссия ОБСЕ имеет мандат на всю Украину. Что их интересует и зачем их интересует, нам неведомо. Но, к сожалению, от этой Европы нам толку нет никакой сейчас помощи. Замечательная страна, замечательные люди, но почему-то все время, когда нужно подтвердить факт российской агрессии, они ее не видят, а видят только мифические преступления добробатов и прочее прочее. Но мы с уважением относимся к всем жителям Европы, с уважением относимся ко всем миссиям. Просто непонятно, почему нас посылают в пресс-центр, а мы должны тут что-то рассказать. А какая польза, скажите, вот всем здесь присутствующим, вообще в Украине, будет от того, что вы изменится? Мы уже сказали, что мы не можем ответить на все вопросы. Понятно. Если вы будете выставлять социальные мережи, еще раз скажем. Да. А что, вы работаете под прикрытием и боитесь что-то? У нас есть сайт ОБСЕ на социальных мережах. Так вы же к нам пришли, вы же к нам пришли, не мы к вам пришли. Если вы не хотите говорить с нами, то... Так это вы же с нами, это же вы с нами не хотите разговаривать. Почему вы с нами откажете разговаривать? Вы не можете. Потому что я вам сказал, что это необходимо, к нам к нашим пресс-центр. А зачем вы расспрашивали людей на переезде про Семенченко? Вот я Семенченко, что вас интересует? Едим ли мы тут русскоязычных младенцев? Не едим. Не, мне приятно, мне приятно ваше внимание, просто мне интересно. Мы читали, что ваше имя присутствует не тут. Мы читали про вас. Как раз у вас масса информации о социальных мережах, что вы один из тех людей, которые берете участь про это. Так а чего именно я вас интересую, а не остальные? Тут масса людей. Чем я вам так нужен? Вот мне как раз лучше человек. Но это неправильно. Смотрите, вы приехали до хлопцев. Нет, сейчас. Вот я приехал до хлопцей так же. И они могут мне задать вопрос. Я без проблем им ответ, почему я сюда приехал. Я их поддерживаю. Так, их действия. Почему? Потому что меня требует наш национальный производитель. И мне не подходит, что из России закупируется в час войны. И поддерживается российская экономика. Виходит, мы поддерживаем россиян, но не поддерживаем себя. Виходит, что начальник милиции области нам того тижня сказал, под вопросом, а полиция с народом или нет? Он сказал, что однозначно с народом. Теперь мы видим, как полиция брызгает женщинам газ в лице. Есть видео, ребята сняли чётко. Дубинками бьет. Это полиция с народом или нет? С российским народом. Может, форма полиции есть с нами. Но мы тогда не понимаем, кто в этой форме есть. Правильно? Что же логично. То есть, я могу без проблем ответить. И мы от вас не хотим кого-то космоса. Мета вашего приезда. Вы говорите, мы можем поехать. Тогда, для чего я бы тратил годину своего часа доехать, если я не могу дать просто ответ, почему я тогда? С миром, злом, с добром. Просто информацию хотите получить, выяснить. Это вопрос. Я думаю, что это вопрос. Потому что наша задача здесь, чтобы монтировать ситуацию в Украине. Это монетарная миссия. Просто монетарная ситуация. Выяснить то, что вы видите. А у меня еще вопрос. Мы не можем дать вам нашу поддержку. Мы не можем дать вашу поддержку. Мы не можем поддерживать вас в одну или другую сторону. А я пользу Украины от вашей деятельности на нашей территории. Я просто пытаюсь понять. И люди тоже. Пять лет вы что-то мониторите. И потом Россия возвращается в паре. Россия торгует со всеми странами. Вы из Чехии, так? Да. Торгует в том числе и из Чехии. Там масса российской пропаганды. Толку от АБСЕ мы особо не видим. Мы поважаем вас. Поважаем вас как граждан других стран. Поважаем вас как гостей нашей страны. Но пытаемся понять для себя. А почему вы нам нужны вообще в этой стране? Я думаю без комментариев. А почему без комментариев? А почему? Без комментариев. Без комментариев. Скажите, пожалуйста, о чем корысть в нашей стране? Чем вы корыстны для нашей страны? Мы не отвечаем на нашу вопрос. Мы здесь для реквеста вашего государства. Миссия находится на запрошенном украинском уряду. Яценюка? Каждый год украинский уряд продолжает мандат миссии на следующий год. А в этом году продолжил? В последний раз миссия продолжила мандат. Весною 2018 года. А, то есть Гройсмана. Я понял. Весною 2019 года, прошу. Нет, извините. А почему вы так реагируете? То есть мы должны ответить на все ваши вопросы. У меня акредитация МЗС на один год продолжает контракт. И мы вас поважаем. Дуже. И не треба реагировать нервово на наши вопросы. Потому что вы же нас питаете и мы вас питаем. Но вы заставляете меня ответить. Спасибо. Спасибо большое. Я не могу дать вам больше информации. Если вы хотите, вы можете перейти к нашим пресс-питерам. Еще раз хочу попередить, что всю информацию, вы мне заставляете говорить какие-то вещи. Нет. Дякую. Хочу вас попередить, что сбор в нашей стране персональной информации относительно человека это не добрая причина. Это злочин. Поэтому, если вы еще раз будете сбирать у кого информацию относительно меня, особисто, я очень вас поважаю и прошу. Подходьте до меня. Я сам отвечаю на все ваши вопросы. Доброе. Не нужно сбирать информацию про карателя Семенченко там, где-то там. Мы вас поважаем. Мы с вами очень вечно общаемся. Но мы хотим, чтобы вы наше вопрос. Я очень... Я очень... Народ Украины должен знать, есть ли какая-то скорость от этого АБСЕ для нашего народа. Если есть скорость для МЗС, то это еще не все. Потому что у нас очень доброе гражданское общество. Если мы видим злочинные действия нашего права, мы его меняем. Вот как было у Порошенко и Гройсмана. Поэтому мы и пытаемся вас узнать. Мы очень вам дякуем за ваши ответы. И хотим сказать, что мы очень стурбованы ситуацией, которая здесь происходит. И в Чехии тоже. А скажите, пожалуйста, мы с вами без прикладачей общались. А на сколько ответит действительно эта информация, что сейчас ширится мережами, что Виконский, начальник управления полиции Львовской области, выстороненный на час службового расследования за Соснюк. Вы не знаете, что ли вы отвечаете на умовы? Нет, нет, нет. А вы в Залізу встречались с Виконским. Это в ваших повноважениях? Ну, встановить? Принаймні, собирать информацию? Нет. Вы собираете информацию только только с нашей стороны? А с твоей стороны, соответственно, будем так сказать, суботнего противостояния? Мы встречались с главой полиции, но с старым. А с старым. Попорядником Виконским. Нет, так это уже новый. Оцей, что безусловно керувал, действительно, разводом. Excuse me, I cannot answer you. Ну давайте. У меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот ОБСЄ, какая официальная позиция? В Украине идет война с Россией или гражданский конфликт внутри страны? Просто у меня интересная позиция ваша. Не ваша особо. Excuse me, почему мы закончим это интервью, потому что вы поражаете нас для ответа. Так война у нас или гражданский конфликт? Excuse me. В первую очередь мы не имеем права давать интервью. По-другому, вы знаете, что на это вопрос мы не будем отвечать. Пожалуйста, возвращайтесь на Киев. В таком случае, если пед час войны, на шестом уроте войны, вы не знаете война или гражданский конфликт, я лично с вами спелкуваться не буду. Я вас дуже поважаю, я поважаю вашу организацию, я желаю вам успеху, однако разговаривать не буду. Спасибо большое. Спасибо за ответ. А скажите, пожалуйста, вы тратите зарплату, это все, кто нараховывает Европу или Украину? Еще вопрос. А почему вас так интересует российская вугилья? Ну вот, мета вашего интереса такого, я не понимаю. Почему? Вот люди, люди, люди питают, вы же должны поважать граждан страны, где вы пребываете. Вони питают, почему вас так интересует вугилья, которое идет к Медведчуку от Путина. Мы не знаем, где это вугилья. Мы не знаем, где это вугилья. Мы только здесь, чтобы наблюдать секретную ситуацию. Мы тут не слишком вот эту ситуацию с этим вугильям, мы тут не слишком вот ситуация с безопасностью. Вашим протестом. А протест может быть вокруг разных ситуаций. У вас практически все как на сходе. И где будут боевые действия, вас нет. Боевые действия заканчиваются, вы есть. Или перед боевыми действиями. Я вас съеду, чтобы вы понимали. Я тут много своего времени определил. Так же, я был, это было в Писках, по-моему, в Пасному. Вы приехали, я тогда тоже был, вы поехали, опять начали наших сипать. То есть, вы или перед, или после. Идентично вы тут. Когда милиция Масловского у всех, вас нет. Это не вопрос, это реализм. Это шкода, что вы не можете комментировать то, что вы не видите. Я не боюсь говорить то, что я вижу. Потому что меня никто не предоставляет, потому что я все сам вижу. Спасибо. Если у вас есть ответ, то наш пресс-центр для вас. Спасибо. Можно обратиться до вас. Обовязково. До такого особисти. Сейчас скажу, вы должны обратиться до... Есть такой термин личка. Как это по-русски? Личка. Особистое поведомление. До моего фейсбука или фейсбука штаба блокады или любого человека. Мы все ходят в пресс-центр. Спасибо. Да, обратитесь до нашего пресс-центра. Спасибо. Спасибо. Я уважаю марным. Потому что на фронте вы ни разу не допомогли нам ничем. Поэтому, извините, мы вас уважаем, уважаем ваши города, народы, приезжайте в Украину в гости. Но толку от вас внимания никакого. Выбачьте. Максимальная допомога, когда вы не были, все знали, что никто стрелять не будет. Да. Я скажу, о чему я так спелкуюсь. Потому что, если, например, в 38-м роте Чехия была окупована Гитлером, и мы дуже за вас переживали, когда в школьных учебниках читали, как вас сдали в Мюнхене. А у нас вот война, у нас погибают люди, и когда просто приезжают наблюдатели, которые не знают, война у нас в стране, или громадянский конфликт, это просто меня возмущает. Мы за вас так переживаем, если честно, и желаем вашей стране всего наилучшего, и очень любим эту страну. И ходим даже, когда есть время в чешские пивные, но... Дякую. Передавайте привет всем Чехии. Дякую. Дякую большое. Чешская сборьевка. Да, чешская сборьевка, я задаю. Здравствуйте. Дякую. Дякую. 14 вы могли оценивать. Ну, все, Дмитрий. Все. Прерываем за все. Нашу миссию в БСЕ. Дякую. 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 Ой. Давайте возьмем интервью когось миссевого хлопца, какогось тут одни наемники олигархов. Давай у тебя. Скажи мне, будь ласка, Европа на початку двадцатого столетия были такие даже вирши, что коли Украина боролась и гинула, Европа мовчала. Прошло, ну сколько, майже сто роков, так? Что изменилось? Почему АБСЕ при всей повазе до Европы, при всей повазе до этой организации и этих граждан, почему она вообще нужна на краю? Ей толк? Я сначала хотел так, понимаете, такий тон поднявся, прикольнутися, умовно кажучи, але зараз дійсно, згадати по історії, одна з найбільших надій УПА була те, що буде підтримка Европою. І вони боролися десятилетиями, коли вже вся Европа була на колінах, умовно кажучи, чи з радянської сторони, чи це вот на УПА боролась, і вони розраховували, що проти, допустимо, таї самої Росії Європа допоможе, не дочекалися. Ще сто років тому, так само було, коли холодноярівці чинили страшний спротив, одна з основних була, була одна з основних сподівань, що все-таки нам, хлопці, треба протриматися, вкріпитися, трошки наступати, і Європа нам допоможе, тому що всі розуміли, і вся Європа розуміла, що це сунеться. Цього немає. Сто років пройшло, два таких визначання, два таких дійсно показових випадки були, і зараз ми бачимо третій. Я ще більше скажу, коли під час монголо-татарської навали наш львівський король Данило поїхав в ту саму Європу, проти ж самого ворога, бо ж ті самі ж москалі, то фактично, ну, вважаємо ті ж самі, та сама Орда. Коли він приїхав в Європу, в Угорщину, от, до речі, там ближче до Чехії, в Угорщину, до короля Бели, коли позбиралися всі королі, він сказав, давайте станемо і зупинимо, ті сказали, ну давайте ми вам поможемо, там луками, стрелами, там ще там чимось, а ви вже сам йдете. Тоді, і що тоді сталося, по історії, спочатку Київську Русь розробили, а тоді пішли на Європу, і вся Європа так само стогнала, блін, в моноголду татарській орди. Все, більш сказати в нічого, оце от, всі, всі наші, всі наші історичні приклади, досвід, історичний досвід стурбованості Європи, закінчився одинаково. Європа з боку. А потім ж ж, через своє з боку, Європа і страждала б. Дякую, друже. От почули думку одного з перших добровольців, Сволині Богдан Ташнік, ну а вечно стурбовано ОБСЄ уходит. Я скажу свою особисту позіцію. Я с дуже великою повагою отношусь к народам стран Європи, которые смогли построити у себе развитое гражданське Куриду, к этим всім организациям. Але мене турбує одне питання. Чому такой интерес не в Донецькій Луганській області, а во Львовській області, к углю, который поступає в адрес предприятия, имеющее отношение к Королівській, це ОПЗЖ, і который отправляє Путін в російських вагонах, російський уголь. І второе, а може ми перестанем втанцовувати кренделя перед будь-якими іностранцами. Будемо поважати на проект, ну, себя прежде всего. Одні там в Росію їздять на заробітки, другие в Європі осанну поют. Пусть приїжджають к нам в гости. Ми будемо ехати к ним в гости, будемо дружити. Но ми должны все мерять через призму собственних интересів. Я пользу от деятельності мониторингових мисій для страны не вижу. Особенно, когда начинаются разговори, а скажите, у нас война или у нас громадянський конфликт? И на шестом году войны человек, находящийся в воюющемся государстве, говорит, я не знаю, я не могу ответить. Поэтому давайте все-таки все смотреть через призму своих интересов. 23-й день идет сегодня нашей блокады. Блокада продержалась, устояла. Вчера проходили переговоры с представителями президента. К сожалению, позицию по разгону я пока не получил. И будем требовать дальше, чтобы был уволен начальник львовской полиции областной, который командовал этим зверским избиением, и местных жителей, и ветеранов. Вчера, кстати, Народные Вечи, а потом и Позачерговая Рада Сосновской городской Рады поддержала еще раз требования блокадников, и тоже присоединилась к требованиям к президенту немедленно уволить начальника национальной полиции Львовской области. Здесь очень большая поддержка нашим блокадникам. Я хочу сказать, что теперь очень важно заручиться поддержкой других облрад. 4 облрада нас поддерживают. Это Тернопольская, Львовская, Хмельницкая, и облрада Киевской области. Давайте, кто готов помочь, кто готов помочь, вы можете помочь. Приезжайте сюда, вы можете здесь разместиться с нами в лагере. Сосновцы, они очень гостеприимные люди, это западная Украина, прежде всего, очень гостеприимные люди, они помогают, они рядом с нами. Можно доехать поездом Бахмут-Львов или поездом Киев-Львов, станция Сосновка Львовской области или Силет-Завоны. Второе, кто приехать не может, можете, как волонтеры, помочь ребятам, потому что, ну, тут нету ни олигархов, ну, какой из олигархов будет блокировать российский уголь, тут нет каких-либо излишеств, необходимы теплые вещи, необходимы палатки, необходимы одеяла, необходима там провизия, собираем всем миром, поэтому под стримом штаб блокады выставит адрес счета, куда-то можно им помочь, либо приезжайте сюда, как волонтеры, что масса людей и делает. как видите, все достаточно нехитро, то есть, я про кухню начал рассказывать, вот этот котел, олигархический, тут висит, там олигархическая каша варится, вот, вот это наш быт, это наш быт, да, сейчас зайду сюда, это наш быт, как видите, тоже разносолов немного, вот вы можете приехать, привезти что-то из продуктов, либо просто навестить ребят, создали компьютерный клуб, сейчас я вам его покажу, вот компьютерный клуб, клуб интернет знакомств, называется Западенец. Я уже предлагал вам передать, приедет Грузию, не хочет. в Захидную Украину знакомятся с девчатами со сходу. Ну, как вам это самое, компьютерный клуб? Отлично. Замечательно. Интернет нормально тянет, это палатки, вот это, далеко это место для философских размышлений, вот, это флаги. Те, кто не может приехать, не может помочь, делайте репост, потому что пробить информационную блокаду мы можем только, когда помогаем другу в социальных сетях. Если есть журналисты знакомые, давайте их присылайте, люди должны знать правду. Ну, самое главное, если вы депутат, знакомый депутата областной, городской, сельской рады, или просто активный человек, берите у меня на фейсбуке решение сессии Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Киевской областной рады, распечатывайте, приходите на сессию городской, сельской, районной, областной рады, рассказывайте о том, чего мы добиваемся, а добиваемся мы запрета от торговли российским углем, добиваемся мы развитием, чтобы государство развивало нашу угольную промышленность, наши государственные шахты, чтобы люди получали здесь зарплату, а мы были энергетически независимы от России. Мы отстаиваем интересы государства и человека, потому что, когда закрываются наши шахты, Львовской, Волинской угольной бассейне, государственные, из-за того, что не разрабатываются угольные пласты, не модернизируются шахты, не покупается новое оборудование, люди уезжают отсюда, уезжают в Польшу, а мы все больше и больше вот с каждым таким составом становимся зависимы, становимся зависимы от России, а мы ведь с ней воюем. Поэтому принимайте такие решения на сессиях, поддерживайте нас. Ну и последние ответы на вопросы. Я вам хочу сказать, что я прекрасно понимаю, что 90% этих вопросов, они через методички распространяются, а люди все это читают. Вопрос номер один. Скажите, пожалуйста, почему именно Сосновка, почему не Дарница в Киеве, почему не Днепр, почему не Запорожье? Поясняю. Я не депутат, я не политик, я вам ничем не обязан. Я обычный гражданин, который хочет жить в нормальной стране. И наши хлопцы, они тоже на шестой год войны, не являются никто миллионером, обычные люди, и у каждого свои семьи, свои дела, свои бытовые проблемы. Однако, когда хлопцы, ветераны Сосновки, увидели эти все составы, в первый раз, раньше этого не было, они, в отличие от всех других людей, не сидели на диване, а поднялись и перекрыли все это. Поэтому мы из Киева, из других городов, приехали к ним на поддержку. Вас возмущает, что где-то есть уголь в других городах? Поднимайте зад с дивана, берите мужей, жен, берите знакомых, друзей, и перекрывайте. Вперед и с песней. А мы вам обязательно поможем, потому что мы помогаем только свободным людям, свободным гражданам нашей страны. А те, кто просто сидит, ковыряется носу и рассказывает, почему мы что-то не блокуем, мы не помогаем. Вы себе поможете сами. У вас, тем более, сейчас новые услуги есть. Дальше. Кто спрашивает, почему мы не блокируем янтарь, почему мы не блокируем лес, почему мы не блокируем газ? Давайте перестанем задавать мне эти вопросы. Я отвечу один раз. Дайте мне карту Украины с перечнем всех областей, где, по-вашему, я должен быть. И что мы должны блокировать, вот эти наши 10 человек. А потом сообщите, где вы будете при этом находиться. К чему я это все говорю? Да к тому, чтобы вы поняли, что мы нормально будем, как страна, жить и развиваться, только каждый гражданин будет считать, что от него это зависит. Нужно идти добровольцам на фронт, как это делали мы. Нужно вставать сюда, если нужно под кейки полиции, если нужно под информационную ложь, которая льется из всех щелей, если нужно под холод минус 28, как это было на блокаде торговли с оккупантами в семнадцатом году. И с каждым таким разом мы будем делать наш мир лучше, потому что западное общество, та же Европа, оно не сразу стало более развитым, более богатым. Это столетия борьбы среднего класса, рабочих, людей обычных за свои права. Поэтому советы рабам давать очень тяжело, а вот свободным людям всегда мы рады их видеть рядом с собой. Поэтому, если вы будете бороться с российской экономической агрессией возле своего дома, где вы видите шланг с углем, где вы видите вывоз леса, позовете нас. Третье. За счет кого мы финансируемся? За счет вас. Потому что заправиться бензином, купить, например, хлеба, а там, предположим, сало тут приносят местные или волонтеры. Небольшие нужны затраты. И поэтому те, кто это спрашивает, лучше сами подумайте. А за счет кого финансировались, например, добровольческие батальоны? Не за счет мифического Коломойского, потому что, на самом деле, большую часть народ Украины это финансировал. Помогали отдельным батальонам, отдельные, в том числе, олигархи, но это было далеко не распространено. Большая часть военных частей не государством обеспечивалась, а именно волонтерами. И здесь то же самое. Следующий вопрос. А почему, скажите, вы не блокировали в семнадцатом году, в шестнадцатом, пятнадцатом? На вопрос ответить просто. Открываем гугл и смотрим. Все это мы делали. Просто очень многих людей, очень короткая память и очень много собственных проблем. Поэтому они просто это забывают. Мы такие же, как и вы. Тут нет политики. История про то, что якобы те, кто тут находится, вынуждено подставили Зеленского тем, что здесь произошел скандал, а тут область, где голосовали за Порошенко и конспирология, конспирология. Все это бред. Потому что понятно, что власть новая. Но, к сожалению, в новой власти, кроме нормальных людей, бывают и идиоты. Одни идиоты 21 день наблюдали за тем, как эта акция развивается. Ее поддерживают облрады. И не реагировали. Другие идиоты в погонах отдали приказ. И сюда пришел бывший беркутовец, начальник Львовской национальной полиции областной, который стал фактически миллионером за все эти годы. И устроил здесь избиение ветеранов. И кто, скажите, кому доктор? Кто виноват в том, чтобы они целились в людей? Кто виноват в том, что били женщин и тащили подростков? И кто таким действием подставляет кого? Поэтому к нам уже приезжают сейчас представители президента. Мы им предъявляемся, что президент также выскажет свое мнение по поводу ситуации, которая сложилась здесь с избиением людей. Потому что это украинский президент. Это украинские граждане. Ждем результатов наших запросов. Ждем вашей помощи. Ну и ОБСЕ на сегодня. Спасибо за внимание. Ждет нас представитель полиции. Потому что здесь кто-то, видимо, что-то сделал с этими вагонами. Возможно, патриотически настроенные цыгане. Будем давать сейчас пояснения. Слава Украине! До побачения! Продолжение следует... Продолжение следует... Скорее много